вот что значит карповая чуйка ну наконец-таки Алёша спущий оператор радостный Володя хозяин водоема радости нет предела друзья всем привет ну что мы сегодня отправляемся на очередную рыбалку за лещом раннее утро Москва начинается у нас не с кофе а с поездки за мотылем опарышем и так далее рынки работают и открываются рано несмотря на погодку стоит мороз минус 16 и мы сегодня отправляемся на интересное секретное местечко которое нам рассказал один из подписчиков надеюсь в этот раз рыбалка у нас удастся погнали удастся 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 Субтитры подогнал «Симон» Ну что, ребятушки, мы на месте К старту готовы, как обычно, все самое нужное Двое полных саней Экипировочка по полной программе Ну и в путь Первый раз мы приехали на данное водохранилище И по рассказу товарища, который, собственно, и поделился с нами этим водоемом Здесь есть трофейные лещи Причем бывают уловы очень внушительные И нам уже не терпелось поскорее попасть на лед Субтитры подогнал «Симон» Трофейщики прибыли Трофейщики Как же классно в теплую палаточку-то зайти Взял, кстати, второй надувной коврик С ним комфортней Худой матрас оператор отдал Худой матрас, все? Оператор отдал Ну да, я сейчас рассказывал, что вот этот вот На удочке у меня есть маленькие такие иголочки на подставках Бросил, а потом на нее сел И он сам надувающий, видите, он сейчас надут А этот свободный Проблема он сейчас будет вытащить Зато все равно держит Теплышко Комфортно Как же классно такой ветерюга Там сегодня вообще в палаточке комфортно Сразу первым делом мы сегодня не по римашке, а закормились Прикормочка Лещ, черный Зима Как обычно И мотылечка мы сегодня прямо Только пришел, видимо, поставщику Но сразу взяли лиманничек После праздника уже подешевел 450 рублей Весь прямо живой и воздушный Две кормушки Прикормки И одна кормушка Мотоля По месту особо умничать не буду Потому что Дружище, который нам подсказал Данный водоем Непосредственно был Ну, недалеко от этого места Скинул свою геолокацию И мы Сделав несколько лунок Нашли нужную глубину Посмотрели В камеру Что нет никаких Коряк и прочего Классный Мягкий Грунт То, что лещ, как говорится, любит Поднимаем сантиметриков 10-15 И аккуратно Раскрываем Главное дать кормушке Ну, чтобы она Успокоилась И по центру Что бывает, я смотрел Быстро опускает Если нет Центровика На кормушке Она может уйти В сторону Причем на Достаточно приличное Расстояние И будете закармливать Вам У себя в стороне Подонкой Мне, конечно Вот такая вот Ручной работы Прикольная Леха делал Да, конечно Мужичок Был с золотыми руками К сожалению Сейчас его с нами нет Это он же Первый Начал делать Поплывки Цветочки Распускаются Ручной работой Наверное, слышно Какой сумасшедший ветер Сейчас додувает Ничего Мы укрепились Палатка наша Кстати Модернизированная Теперь здесь У нас стоят Новые Усиленные Дуги Заменили Полностью Хабы Теперь они Здесь Цельно Металлические Ничего с ними Не случится Усиленные Поменяли Дуги То есть Я приехал Конечно Хочется отдать Должный И большой Респект Таким Производителям Которые Идут Навстречу Да, у меня И палатка была Скажем так С тестовым Каркасом Но вот Когда случилась Беда Через два Года Даже наверное Больше Когда выпустился Убазон У меня еще Такой был Тестовый Образец И они Пошли Навстречу Золотали мне Ту дырочку Которую я Шаркнул Золотали И усилили Места Крепления Подхабы И поставили Новый Каркас И совершенно Бесплатно Поэтому Огромный Респект Лотостенд Ну А у нас Рыбалочка День добрый 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 Можно Пошел Пошел Северо-записное Центральное управление Рыбоохрана Как рыбалочка Мы только Начинаем Что-то начинает Сколько жалец стоит И одно Мы не любим Не любим Ловить Что значит Неинтересно Мне Не хвостанечек Крюем Чего Что Так вот Ребят Первый раз У нас Проверили Количество Жалец Вот так вот На Снегоходике Приехали И проверяем Молодцы И что сказать Первый раз К нам Приезжал Ну не конкретно К нам Вообще Общался Я с Рыбнадзором Проверяли Количество Жалец Просто спросили Есть Нет У нас Не У нас Нет Он сказал Неинтересно Ну что Не будем Изменять Традиции Лунки Закормлены Удочки Не заброшены Ну Давай За рыбалку За новое место Наконец-то Проклятие Тропейщиков Интересно Новое место Новые приключения Все Вы видите Прошедшими Сальцы Зарстичкой Они поменяли Только нижние Да Все Полностью Карпас Кроме крыши И вот это Меняли Все Меняли Были 8 или 10 Миллиметров Стали 12 Молодцы На месте Не стояли Молодцы Что Они Сами соглашаются Что Да Эта конструкция Неудачная Меняют Новое Воспроизводят Совершенствуют Вспаление Пошло Добрый вечер Зацепил Какой у нас Оператор Спит Первый Хорошенький Опачки Ребяточки Это Конечно Некий Лошничек Но Это Отличное Начало Отличный Пейзаж Спящий Оператор Радостный Володя На этом Фоне Круто Начало Есть Стемнело Достаточно Быстро И весь Наш Палаточный Городок Загорелся Разноцветными Фонарями Все Разошлись По Палаткам В ожидании Долгожданных Поклевок Вообще Наша цель На данную Поездку Была Именно Ночная Ловля И По Предварительной Информации От наших Друзей Активность Крупного Леща Приходилось Где-то С 10 С 11 Вечера И до Рассвета Ну После Вкусного Ужина И долг К дороге Мы решили Распределить Дежурство Братуха Сразу Лег Спать А я Обгил Смотрел За поплавками Холод Показывал Наличие Некрупной Рыбы В придонном Слое Которая Кстати Быстро Собралась На нашу Прикормку Были И шевеленки Но Ступенчатых Заветных Подъемов Пока что Еще Не было Но Самое Интересное Ждало Нас Впереди Так Ребята Добра Ночи Время 4.50 Я До Часу Братуха С часу До Четырех Сейчас Последний Уже 40-50 Минут Сидим Вдвоем Поплавки Ходуном Периодические Подъемы Но Все До Трехсот Грамм Один Попался Грамм Четыреста Пятьсот И на этом Тихо Хотя Эхолот Показывает Такие Широкие Полосы Подъемы Ну Пока что Трофеями Вас порадовать Не можем У нас Это рыбалка С очередными Приключениями Началась Я полностью Забыл Все свои сумки И нам пришлось По дороге Изменить Рацион Который Мы будем Готовить Думали Макарончиков По флот И еще Что Доширак Потому Что Все Забыл Я Просто Две Сумки И даже Чайник Заехали В местный Деревенский Магазинчик И смотрите Какую Красавицу Нашу Хохлома Или как Она правильно Называется Это Роспись Надеюсь Чайничек Этот У нас Будет Счастливым Бдим Сидим Специально Поделились Ну Понятно Что с дороги Немножко Тоже Вырубала Ну Поделились И Не пропустили Ни Минутки В ожидании Выхода Во сколько Он Ну Ничего Не знаем До пяти Пока что Тишина Бывает Что Вот эти Ранние Часы До Рассвета Выходят Трофей Поэтому Сейчас Чайничек На Плиточку И Будем Бдить Ну 910 Роликов Сгорит Давай Родненький Долгом Тебя Ждали Иди Сюда Лешик Котик Тише Ну Милюшенька Через жжу Ну Такой Пока что Самый Крупненький Может Грамм 400 Такой Наверное Как и ночной А шел Конечно Думал Ну все Первый Келошничек Утворил Делов Ну Ну Ладно Хоть под утро Какое-то изменение У нас А то Грамм По 200 По 300 Только Они Одолевает Вот что Значит Карповая Чуйка Посидели Часов До 7 Ира Давай Ротуха Давай Полежим Ириняй Сейчас Еще чуть-чуть Подожду Друг Выход Тише 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 Лед Достаточно Крупный Толстый Точнее Чтоб Коромысло Не зацепилось Ой Ребята Это Лещ Ир Так Не лезет Лед Балон Главное Чтоб Зашел Стоять Ну Наконец Таки Алеша Ел Сколько Аж Я Тебя Ждал Родненький Радости Нет Предела Ну Кстати Такой Достаточно Горбатый Не знаю Сколько У него У меня С собой Весы Есть Думаю Грамм Может Подки Ложечку Да Короче Сейчас Достану И Я вам Покажу На Пучочек Мотыля Это У нас Кормовой Плюс Парочка Крупных Обычных Насадочных Вот Ребята Время 7 Почти И У нас Первый Уже Таки Существенные Платы Так Да Ко мне Фоточку Обязательно Хорошенький Хорошенький Здрасте Что это Это Смотри Как Тут Кстати Ребятки 990 Грамм Весил Вот Такая Сегодня У нас Красота Палаточек Прибавилось Ну и Как обычно Дневники На Игру Ну Что-то Рядом С ним Там Прыгает Тоже Подлавливает Редактор субтитров Ах ты Я сначала даже не почувствовал Ну где-то Гром 700 Так Ребята Хотел вам сказать Доброе утро Внутро у нас Наступило Сегодня В 3 часа Наверное Потому что мы До последнего Сидели Как только Рассело Начало Клевать Мелочевка Ну как мелочевка Такие Достаточно Они Упитанные Грамм По 250 Наверное 300 Вот Народу Сегодня Значительно Прибавилось Во-первых Приехали Так называемые Дневные Рыболовы Ну и Палаточек Вокруг нас Просто Лагерь Разросся До приличных Размеров Вот Мы Целенаправленно Выспались Сейчас Перекусим И Как мы Тут Прикалываемся В ночную В ночную Смену Во вторую Сегодня у нас Рыбалка И первые И вторые Ну потому что Тараночных Подлещиков Мы Наловились Еще А в прошлой Рыбалке Тараночку Сделали Нам они Не нужны Наша цель Именно Выждать Трофейных Экземплярчиков К сожалению Пока что Самый крупный У нас Так скажем Килошник 990 грамм Ну и Мелочь Которая Активно Здесь Клюет И не знаю Сколько мы уже Десятков Отпустили Наверное Десятка Три Радует Клев Реально Радует Поклевки Достаточно Частые Сейчас Хорошие Такие Подъемы Но у нас Сейчас Высокая Гастрономическая Кухня Планировалось Макарончики По-флотски С индейкой Но Будет Доширак А вон там У нас Лежит Тоже Пополочек Давно Я их Не ел Ну что Придется Шептун Ага Ну Первые Первые Вечерние Плоды Ожидания Не было Не было Позвался Томительные Минуты Забросили Диппер Смотрите Часть Часть Где-то 30-40 Сантиметров От дна Заметно Сразу И Шевеленки У нас Пошли И на Последнем Закорме Такая По Повросточки И Раскрываем В метре То есть Лесь Который Крутится У нас Показывается В охолоте Ну Возможно По Каким-то Причинам Может Еще Не Время Может Еще Что-нибудь Не Дает Ему Желание Опуститься И Вот Этот Вот Эксперимент Иногда Приносит Свои Плоды Крайне Мере Так Было Часто Когда На Соложе Попадали Ему Сейчас Сверху Все Это Вкуснятинка Упадет И Он За Ними Соответственно Ниже Будет Упускаться Вчера Первую Поклевку Ну Во-первых Начали Мы С королевской Рыбки С Таких Ершей А Вот Первого Подлещика Грамм 300 Поймал В районе 10 Часов Сегодня У нас 12 Час И Только Вот Вратуха Первого Поймал Ждем О Смотрите Что произошло Это Опускается И сейчас Ну конечно Если Минуту Две Три Подождать То Это Облако Нашего Мотыля Будет Постепенно Вниз 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 Видите Полоску Можно Просмотреть Как Поднимается Опускается Наши Вещи Вот Вот Ребята Что И Следовало Ожидать Вам Наглядный Прям Пример Того Что Как Можно Спровоцировать На поклевочку Может Быть После Какого Трища Еще раз Покажем Как Это Делается И Одну Подсадочку Опарыш Вот У него Сейчас Была Поклевка Но Мы Ждем Своих Заветных Трофеев Двушечку Надо Быть Ух ты Выпрыгнулся О И У меня Чуть Чуть Скажем Так Чуть Чуть Крупнее Чем Дневной Стандарт Ребяточки И Снова С Подсадочкой Белого Опарыша Так что Есть Может быть Смысл Попробовать Сальца Или Даже Яичко То что У нас Тоже Есть Приятное Тянущее Сопротивление Котик Иди сюда Ребяточки Что Ждет Смотрите Ковратуха Спал Сюда Тоже Двум Мотыликом Подсадил Опарыши Ковратуха На них Чаще Так Что Берите На Замерку Ковратуха Ковратуха Ко мне Идет Твоей Мечты Это У нас Утренний Малыш Судя По нашему Результату Вся Движуха Ранним Утром Это Самый Кручень Если Будет Ох 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 Цветы Моится 8-20 Только Посмотрел Да Обстранил Приличный 3-4 Радости Нет Предела За самый Краеш Будет Снимать Ребят Долгожданная Наша Рыбалочка Чего Чтоб Уже Не быть Голословным Килограмм Килограмм Коротенько Килограмм 103-50 Килограмм Килограмм 8-50 Зощустим Килограмм ночная ловля леща еще нет трофейчик походу хозяин водоема принципе с него мы и начали рыбалку им давайте и закончим и подведем что ребята значит по самой ловли до с потом посмотрев карту водоема внутри не поняли что принципе можно было не привязываться к основной группе рыбаков расположиться где-нибудь подальше потому что там и яма оказывается намного дальше чем мы сидим да и собственно любимые в единице такая вот у нас дезинформация немножко была но не суть результата мы очень довольны в каком-то веке нам удалось ночная рыбалка специально днем спали чтобы бдить и я смогу с чистой совестью сказать что мы отсидели каждый час наверно за двое суток с небольшим две ночи три дня неполных у нас получается первых у обоих суп наверное полчаса мы не ловили остальные всегда бдили по очереди смотрели сидели и по итогу основной выход сегодня был на раннее утро перед дорогой кемарил ратуха поймал еще два по 0 7 по 700 грамм верно вот ну и самый крупный кило 100 до не тот трофей которого мы ждали но все равно как бы даже таких килошников давно давно мы не ловили и большое спасибо вам подписчикам за наводочку что пригласили на данный водоем вот по насадке пучок мотыля из кормового ночью был в приоритете хотя тут в принципе у нас осталось то одни сопли уже но тем не менее сейчас днем поклевывает мерный подлещик причем такой значительно крупнее средний вес чем нестогорский но здесь такой грамм 250 300 такие упитанный товарищ вот ну и пацаночка сегодня попробовали с опарышем яичко и тут наверно 90 процентов поклевок в приоритете было именно на это по крупным у нас получается 4 3 килошника и чуть чуть меньше еще несколько штучек ну то есть на копчение нам достаточно хватит как обычно круто провели время да чуть-чуть подпростыли потому что выходили по нужде и ветер сумасшедший нам сейчас предстоит все это дело собирать и двигаться навстречу этому ветру прошли мы сюда спину долл сейчас будет навстречу но вот тем не менее первый раз у нас рыбалка дневные вообще не да ну мы изначально потому что решили что будет ночная ловля приоритете посидеть дождаться выхода крупных что мы собственно и сделали спасибо всем за просмотр надеюсь видео будет хоть кому-то полезно попробуйте поэкспериментируйте с какими рыбалками днем спим ночью рыбачим наоборот все ну и до встречи на водоемах чтобы не заново другом скажу